Итак, тема моей проповеди сегодня. Ну, конечно же, я продолжаю о благодать. И тема моей проповеди – это из серии «Благодать. Воцарение благодать». Воцарение. Римлянам 5, 21. Воцариться благодать должна. Благодать должна. Что сделать? Где она должна воцариться? Где она должна воцариться? Где? Где она должна воцариться? Давайте прочитаем. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать». Что сделалось? Что сделалось? Громче скажи. Что должна сделать благодать? Воцарилась. Мы говорим, 2010 год – это год благодати. Но апостол Павел говорит, чтобы она не тщетна была. В 2010 году принята церковью. Но чтобы она, что сделала? Воцарилась. Воцарилась. Воцарилась через праведность к жизни вечной. Иисусом Христом, Господом нашим. Другими словами, смерть царствует в жизни посредством греха, а благодать царствует посредством праведности. А благодать царствует посредством праведности. Итак, смерть царствует. О какой смерти здесь идет речь? О какой смерти? Духовной смерти. Смерть царствует в жизнях людей посредством греха. И самый страшный грех, мы немного позже поговорим о нем. Что это за грех? И точно так, жизнь царствует, или благодать Божья, воцаряется в наших сердцах, в нашем духе посредством праведности. Правильно? А праведность, откуда она? От веры, так говорит. Праведность, она, конечно, праведность это Христа. Праведность. Но она в наших сердцах воцаряется только ветою. Ветою. Не делами. Не делами. Воцаряется праведность в наших сердцах. Громче скажи. Верою! Верою! И поэтому, смотрите, я хочу, чтобы мы поняли, потому что мы уже много говорили о благодати. И мы поняли, что в 2 Коринфянам 6.1 там написано, чтобы благодать была нечетно принята вами. Благодать. Потом написано, что благодать, она вообще-то явилась не от дел, явилась не по делам, явилась и благодать вообще не зависит ни от кого и ни от чего, она просто приходит и она действует, и она есть. В 2-м месте мы читаем, Павел говорит в 1 Коринфянам 15.10, он говорит, что благодатью его я есть то, что я есть, и благодать его во мне не было тщетно. И я больше всех потрудился, впрочем, не я, но благодать, которая со мной. И знаете, я еще говорил такие слова, что благодать, она теряет всякое значение, как только она не отдается, не продолжает действовать, она теряет значение. И сегодня я хотел бы объяснить, потому что я понимаю, что очень трудно понимать для простого человека, что же такое благодать. И теперь, для того, чтобы мы глубже могли понять значение и силу благодати в нас, как она действует, как Бог возвеличивает благодать во мне или свою благодать в нас, нам надо понять. И поэтому в Библии четко и ясно написано то, что мы прочитали, что смерть воцаряется в нас посредством греха, а благодать Божья воцаряется в нашем, где в нашем духе, воцаряется в нашем духе посредством его праведности, а моей веры. Не моих дел, не моих дел, не моих дел воцаряется праведность Христа во мне, не от моих дел, а от моей веры, а от дел Христа. Итак, если благодать, еще раз, дабы как грех царствовал к смерти, интересно, в современном переводе написано, что грех посредством греха царствует в нашей жизни и ведет к смерти. А точно так благодать посредством праведности начинает царствовать в нашей жизни. Мы говорим, в 2010 год, год благодати. Если благодать не начнет царствовать в нашей жизни, мы не будем видеть благодать. Мы не будем видеть проявленной благодать. И поэтому задача моя, как пастыря, как священника, самому вникать, молиться и говорить, Господи, я столько говорю о благодати, я сам не понимаю до конца благодать. Открой мне свою благодать. Я начинаю видеть, как Бог дает понимание о благодати своей, чтобы не только донести до тебя, но понимать самому. Жить самому в благодати. Чтобы она не просто была, то была, то нет. Но как царь царствует в жизни. Вы видели царей Ломановых? По фильмам или это? Как они царствуют в жизни. Вот так Бог говорит, как царствуют цари в жизни. Точно так благодать может царствовать в нашей жизни. В какой жизни? Еще раз. В какой жизни? Еще раз. Духовной жизни. В духовной жизни. В духовной жизни. Почему? Ответ очень простой. Благодать явилась независимо от дел. Ибо это наши дела, просто уповающие. Если я делаю дела, чтобы заслужить эту благодать или праведность, то это все напрасно. Это все тщетно. Мы хотим, чтобы благодать действовала. Поэтому нам надо понять, как же она действует. Делами или верой. И для того, чтобы мы могли понять это, нам надо вначале, наверное, разобраться, немножко как бы отойти от темы благодати. И посмотреть, что сам человек или природа человека, она двойственная. И нам надо рассмотреть эту двойственную природу человека. Во 2 Коринфянам 4,16 написано. Мы можем увидеть эту двойственную нашу природу. Что это за двойственная природа? Если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Мы видим двойственный, двойственного человека. Правильно? Что это за человек? Духовный и плотской. Правильно или нет? Или здесь написано внешний и внутренний. Внешний. Какой это внешний человек? Плотской. Его еще называют ветхий. Библия называет человека внешнего, вот греховного еще называет ветхим человеком. Вы встречали такое? Слышали такое или нет? А нового человека или внутреннего человека, Библия еще называет новым человеком, созданным по Богу. Новое творение, созданное по Богу. И вот Библия здесь мы видим, что внутренний, не внешний, не ветхий. Ветхий человек тлеет, истливает, стареет, болеет, умирает, реагирует на все, на выборы. Кто-то спал спокойно эту ночь перед выборами, или нет? А кто-то спал неспокойно. То есть кто-то спал неспокойно. Кто-то позапрошлую ночь спал неспокойно, а эту спал спокойно, успокоился, помолился, успокоился. Но внешние обстоятельства разрушают внешнего человека, не внутреннего. окружение, что нас окружает, не может разрушить внутреннего человека. А независимо от обстоятельств, в Библии написано, что внутренний со дня на день, со дня на день, что делает? Обновляется. Давайте вместе скажем, обновляется. 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 Что такое обновляется? Или, не, не так. Что обновляется в духе? В нашем духе. Дух как обновляется? Что объявляется? Смотрите. Благодать. Мы говорим, год благодать. Праведность. Спасение. Павел говорит, достигайте конца спасения. Вы спасены? Поверьте, вы спасены? Достигайте спасения. Конца спасения. Достигайте конца спасения. Каким образом мы можем достигнуть? Делами? Мы что, делами получили? Рождение свыше. Спасение делами? Верою. И теперь Павел говорит, мы точно так обновляем кого? Внутреннего человека. То есть обновляем. Или возвеличивает Бог через обновление, когда мы обновляем, Бог возвеличивает праведность свою, где? Во внутреннем человеке. Благодать свою возвеличивает. Что такое возвеличивает? Поднимает ее. Внутри нас поднимает. Спасение поднимается. Бывает же, что спасение умолено в нас. Или такое не бывает? А бывает, что праведность умоленная. А бывает, что благодать тщетна. Бывает. А нам надо, чтобы обновить ее, возвеличить. И мы тогда стараемся делать, не понимая, ну, как ее возвеличить. Начинаем делать какие-то добрые дела. Там пытаемся что-то сделать хорошее. Почему? Халилуя. Слава Богу. Обновляется дух наш через добрые дела? Обновляется? 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 Дождение свыше через дела мы получаем? Обновление духа как может делами? Видите, это два разных, совершенно два разных существа. От земли, от тления и от нетления. От бестления. Понимаете или нет? Он говорит внешний тлеет, а внутренний если дожденный от Бога и имеет вверху он обновляется день ото дня. Понимаете или нет? о слава Иисусу. Что правда понимаете? Слава Иисусу. Аллилуйя. Я столько ночей сидел чтобы понять самому, а вы так быстро уже поняли. Вот это да! Слава Иисусу Христу. Тлеет, обновляется. Слава Иисусу. Итак, мы рассмотрели каким образом это действует внутри нас. Хотелось простых несколько аргументов, чтобы увидеть, что добро, добро или дела добрые и зло или злые дела никаким образом не действует на твой дух. Добро и зло не действует на мой дух. Простой аргумент, допустим, здравие в теле дает работоспособность, дееспособность, дает может быть улыбку, все. Дает ли обновление духу? Не дает. и не может давать. Почему? Потому что оно находится в теле. С другой стороны, если посмотреть, болезнь, ярмо тяготеющее, гнет, угрозы, страх, посадили в тюрьму, в тюрьму, в тюрьму. Это же давит, правда же, или нет? И может оно воздействовать не на только на грешных, но воздействовать эти же качества и на рожденного свыше, на праведника. Может или нет? Скажите, вот эти страдания, притеснения, они могут обновить душу человека? Не могут. Это нереально, просто нереально. или другой момент. Святая я одеваю тело свое в одежду. Вам нравится, как я одеваюсь или нет? Вам нравится или нет? Мне очень нравится, особенно вот это. Когда как натиру, оно блестит, так и хочется наверх подцепить, вот так вот, чтобы все видели. Не спрятать, а сверху, чтобы оно было. Чтобы это. А как вы думаете, эта вот одежда святая, она обновляет мой дух? Влияет на обновление моего духа? А если я поеду в Иерусалим, святые места, святые места, дух мой обновляет? Не обновляет. Никаким образом не влияет внешне, что я кушаю, если я пощусь? А если я молюсь? А если я читаю Слово Божье? А если я выполняю все требования, которые мне предписаны, священные требования, не грешу, даю десятину, плачу пожертвования, обновляет мой дух? обновляет или нет? Видите, вот мы плаваем, и чувствуется, что мы плаваем, и это хорошо, что мы плаваем, сейчас мы будем летать, сейчас мы поднимемся. Смотрите, Иисус назвал таких людей, каким словом Он назвал? лицемерный. Он сказал лицемерный. Почему? Потому что они делают добрые дела и думали, что это обновляет их дух. Послушайте, мы сегодня рассматриваем, я не смогу посмотреть на плоть, мы рассматриваем двойственность человека, и мы смотрим внутриво, сегодня мы будем смотреть только во внутреннего, если успеем посмотреть во внутреннего человека. Поэтому потом, через пару воскресений, через несколько воскресений, если вы не будете пропускать, а если какое-то воскресенье пропустите, обязательно купите себе кассету. Вот пишутся, обязательно купите себе кассету, и сидите, и до того момента, пока мисс не поймете, прокручивайте, конспектируйте, записывайте, студируйте Библию, и когда вы вникнете, вы получите то, о чем вы мечтаете всю свою жизнь. То, что вы мечтаете, но сегодня я хочу просто говорить о внутреннем человеке, потому что мы поняли, что обновление внутреннего человека не зависит ни от дел злых, ни от дел добрых. Дела злые не влияют никак на мой дух. Вообще никак не влияет на мой дух. Если отожденный свыше и сделал какое-то злое дело, на мой дух никак не влияет. Вообще никак не влияет. Почему? Потому что не зло, вещественные внешние только влияют на внутреннее внешнее. На внутреннее внешнее никак не влияет. Мы поняли, что одежда, даже если она красивая, она святая, она не влияет никак. Даже если я поищусь и молюсь, это никак не влияет на возрождение моего духа. Я хочу, чтобы мы поняли, если мы поймем сегодня, не торопитесь, просто не торопитесь, если мы поймем сегодня, вы вкусите такую силу с неба, вы просто вкусите, ваша жизнь поменяется, и благодать будет проявлена в вашей жизни. Как Павел сказал, я благодатью его есть то, что я есть. Благодатью его. И теперь смотрите, точно так, если я буду одет по фирме, все любят одеваться, особенно протестанты, они любят одеваться по фирме. Хорошим запахом, не подняком вонять, а запахом хорошим, такими, нормально так выглядит, солидно, и они могут пренебрегать вообще даже святыми местами, не ехать в Иерусалим, или в Печерские лавры, или в еще какие-то лавры, да, сто лет оно мне надо, у меня нет времени на это. Может быть, он громко молится, но не соблюдает, там, десятину не платит, пожитрования не дает, там, разные вещи. Это каким-то образом влияет на его дух? А? Каким образом? каким образом? Каким образом это может влиять? если дух он нетленный и возрожден не от дел, не от одежды, не от добра, не от зла, он же возродился не от зла и не от добра, и не от одежды, и не потому, что ты постился и молился, ты принял Иисуса Христа, ты родился свыше, и обновление точно так, не от чего этого? Тогда возникает вопрос, а от чего обновление? Правда же? Тогда возникает вопрос, а от чего обновление? А от чего возрождение? Ответ очень простой, не от тленого семени, а от не от тленого, которое пребывает вовек, в жизни вечной, в жизни вечной. Что же это за семя? Что это за семя? Что это за семя? Десятины платят, приношения платят, что еще? А? мафеты? А поднеты? Афеты поднеты? Это как-то помогает возродиться духу. Так а зачем мы тогда говорим, что это есть семя его вечное? Хая бака хая Все, что плоть твоя может сама сделать, это не может быть вечным семенем, нетленным семенем. Ты можешь спаститься? Как вы думаете, буддисты постятся? Больше, чем мы в сто раз. И что они возрождены от семени нетленного, потому что они постятся? Кришнаиты от пищи воздерживаются? И что они уже возрождены от семени нетленного? Понимаете, в чем наша загвоздка? мы думаем, что если буду поститься и молиться, если я буду уповать на дела святые, я буду такой я буду или нет? Это неправда. Вот в этом и наш патракол. Именно в этом наш патракол. Именно в этом. поэтому когда мы не делаем святых дел, у нас чувствуется благодать такая приспущенная и мы на полу спущенных. Аллилуйя, Аллилуйя. А когда мы там пожертвовали, сделали доброе дело, приходим все Аллилуйя, Аллилуйя. Когда ты сейчас молишься своего кандидата, просишь Господи, чтобы он был, и вдруг он пришел. Иисус живой. Иисус живой. Это правда? И дух твой как будто все, это дух твой возгладился. А? Нет. Конечно нет. конечно нет. Бах! Если бы это было правда так. Они избрали ты. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. То есть нет. Наш внутренний человек обновляется изо дня в день нет от внешнего. Понимаете меня или нет? Понимаете меня или нет? Поэтому обновление не может быть в твоей плоти. Плоть твоя внешний, но не внутренний человек. ветхий человек. Ветхий человек. Я думаю, что не случайно Бог назвал ветхий завет. А новый завет новый завет. А здесь и поместил. Во-первых, Бог разделил свое слово. Семя мы должны определить семя нетленное. Это слово Божье. Точка. Жидная точка. Скажи слово Божье. Не слышу. Боже мой, еле слышно. А ну-ка встань и закричи. Слово Божье. О, понятно. Слово Божье. Это слово Божье. Но если тогда слово Божье, нам надо естественно забраться. Потому что слово Божье в католике проповедуют там сатанисты проповедуют деговисты, брахмисты. все проповедуют слово Божье. Является ли оно семенем? Что является нетленным семенем? Слово Божье. Какое слово Божье? Боже мой, чтобы не разбить. У-у-у-у. Халам бакахая калакахая лекам бакахая лекам бакахая лекам бакахая сейчас мы раздавим ему голову сатане мы не будем ничего отразбивать по плоти а в духе сейчас мы сокрушим сатану халлилуя 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 Смотрите, не случайно Бог свое Слово Божие разделил на две части. Одну часть Он назвал заповеди, а другую часть Он назвал обетования. Заповеди и обетования. Заповеди Он назвал Ветхий Завет, а обетования Он назвал Новый Завет. Заповеди, мы говорили, их способность, они не несут в себе способности спасать. Заповеди. И поэтому мы должны понять, заповедь, она нужна или нет? Потому что Галатам написано, конец закона Христоса. Христос – это обетование Христоса. Это благодать Христоса. Это обновленная сила внутри возрожденного христианина. А где это Христос? Конец заповеди. Ну вот заповедь. А вот Христос. Где Христос? В конце заповеди. Ну если в конце заповеди, он в заповеди или не в заповеди? Он в заповеди. Поэтому от лица Бога и заповедь, и обетование. Вот мудрый Бог. В общем? Поэтому Бог дает заповедь. Ее функция. Чтобы мы познали заповедью, мы познаем себя. Друзья, в чем мы познаем себя? Допустим, простая заповедь. Не пожелай. Простая заповедь. Кто может ее исполнить? Кто ее может исполнить? Из людей. Кто может исполнить? Никто не может исполнить. Откуда войны? Откуда пролитие? Откуда все беды? Почему ты ругаешься со своей подружкой? Почему подружка ругается с тобою? Заповедь это не работает. Не пожелай. То есть, заповеди, которые Бог дал, написано, он всех их, всех людей, посадил. Куда? В непослушание. Полностью он заключил. В непослушание. Зачем он это сделал? Чтобы все познали свою греховность. Своё естество. И вот непослушание это кому? Как? Откуда? Когда мы начинаем исследовать заповеди, мы знаем, что этого делать нельзя. И мы поняли. Всё. Теперь я больше так не живу. Это из-за меня. У меня все беды, все проклятия. Всё. Не хочу. Надо мне выходить из этого проклятого, замкнутого круга. И тогда что происходит? Человек. Человек. Заповеди. Заповеди. Ещё раз. Заповеди. Они открывают нам, когда мы их изучаем, исследуем, наше разочарование в себя. Смотрите, почему ты не можешь бросить то, что ты делаешь на протяжении многих лет? Заповедь. И чем больше ты читаешь заповеди, тем больше ты разочаровываешься. И ты говоришь, я уйду из церкви, я не могу исполнить это. Я не могу. Почему так люди думают? Потому что они не понимают, что Бог разделил. Заповедь. Это ветхий человек. А обетование – это новый человек. Когда мы читаем заповеди, познаём заповеди, мы познаём ветхого нашего человека. Понимаете? Поэтому это ветхий завет. Мы узнаём, что мы не можем ни прелюбодействовать, мы не можем ни возраждовать, ни завидовать. Мы не можем. Мы не можем. Поэтому, когда мы разочаровываемся, мы нуждаемся в Иисусе Христе. В чём мудрость Бога? Смотрите. Заповеди Он дал, они исходят от Бога. Такие, что ни один не может выполнить их. А обетование Он дал – это способность выполнить эти заповеди. Бог дал обетование. Если мы говорим, что мы, читая заповеди, познаём свою неспособность, поэтому мы и нуждаемся в Нём, и приходим к Его обетованиям. А обетование Его – о праведности. Праведный ветрою жив будет благодать, спасение по благодати. Бог решил возвеличить праведность, возвеличить благодать. И таким образом, когда мы начинаем понимать, что Бог разделил Слово Своё для ветхого человека и для нового человека. И для нового человека Бог, обновлённого человека, Он даёт нам избыток жизни, даёт способность стоять над греховной смертью, над греховной, нечистой, смертельной жизнью. Во имя Иисуса Христа. Разочарование в своих способностях – это через заповеди. А обетование дает то, что заповеди Божьи требуют от нас. Поэтому только Бог один заповедует, и только Он один исполняет. Заповеди Божьи, кроме самого Бога, никто исполнить не может. Поэтому то и пришёл Сын Божий, и Он исполнил все заповеди и оставил благодать Свою для исполнения чего? Заповеди. Теперь смотрите, в чём сила? Дух Святой, давайте закроем глаза, помолимся. Дух Святой, пожалуйста, открой благодать Свою. Молись, чтобы Бог открыл тебе сейчас понимание. Благодать Духа Святого. Благодать Духа Святого. Благодать Духа Святого. Благодать Духа Святого. Благодать. Благодать. Слово Божье. И теперь мы возвеличиваем благодать Божью внутри, праведное спасение, верою в Слово Божье. Что же есть Слово Божье? Слово Божье есть сам Христос. Слово Божье есть сам Христос, Слово Божье. И поэтому, когда мы познаем Слово Божье, то есть Христа, через познание Христа, через познание Его Слова, что происходит? Мы питаем духовного человека. Питаем. И римлянам, 1 глава, 16 стих написано. Я не стыжусь благовествования Христова, потому что в нем открывается правда Божья. Потому что оно есть сила Божья ко спасению всякого верующего. Отметьте, верующий, тот, кто верит, кто верит, во что верит? В его Слово, благовествование, Слово о Христе. Слово Божье, смотрите, Слово Божье о Христе, тот, кто верит, тот питает свою душу, не только свою, и свою, и не свою. Но тот, кто не принимает, тот, кто не верит в это Слово о Христе, питает он душу свою или нет? Не может питать. Обновляется дух человека, если он не верит, если он не познает Слово о Христе. Понимаете? Поэтому Слово о Христе, Слово о Христе, в нем несет в себе вот эту благодать, праведность, все это. Поэтому, если мы пытаемся делами обравдаться перед Богом, понимаете или нет? Если человек пытает любыми делами, любыми делами, я не буду говорить сегодня, зачем мы постимся, нужно поститься или не нужно поститься. Мы сейчас этого вопроса вообще не касаемся. По одной причине, что мы говорим сегодня о обновлении духа. Правильно или нет? Обновление духа. Поэтому мы не касаемся этого. Поэтому поститься или не поститься, дух не обновляется. Дела, если я уповаю на дела, это все равно, как Ио в 31 главе, в 27-28 стихе пишут, целовать свою собственную руку. Если я уповаю на дела, это все равно, что я свою собственную руку целую. Какой я хороший. Вот я молодец. Столько постился, столько молился. Никто так не поститься и не молится. Я не умоляю пост, я не умоляю молитву, я возвеличиваю Слово Божье. От которого обновление духа. От которого возвеличивается благодать в твоем духе. Праведность, спасение. Все, что есть в нетленном семени. Я хочу, чтобы вы понимали это. Понимаете меня или нет? Если понимаете, дайте Богу какие-нибудь аплодисменты. Боже мой. Боже мой. Это Богу такие аплодисменты. Давайте дадим Богу аплодисменты. Слава тебе, Слава. Ведь мы, кроме возвеличивания Христа, Ему ничего не можем дать. Понимаете или нет? Все, что мы можем дать, это только, ну вот, возвелить, ну как-то восхвалить. Просто вот все, что мы можем дать Ему. Почему? Потому что мы платяные. Понимаете или нет? И все, что мы имеем или не имеем. И все, что нас окружает. Халилуя. Халилуя. Независимо от того, мы никак ничем не можем Ему угодить. Одно. Смотрите, еще один очень важный момент. Шестая глава Иоанна. Двадцать восьмой, двадцать девятый и двадцать седьмой стих. Приходят люди, которые постятся, молятся, дают десятину, ищут Бога. Приходят к Иисусу и говорят, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Приходят и говорят, в чем есть дело Божье? Помните, что он ответил в двадцать девятом стихе? Помните? Вот дело Божье. Поститесь, молитесь. Все, что они делали, он отклонил. Он сказал, то, что вы делаете, могут делать любые люди. Но одно, что не могут делать все люди, вветовать в того, кого он послал. Вот в чем твое дело. Поэтому, что тебе надо делать, чтобы твой дух обновлялся, чтобы благодать возрастала, или Бог возвеличивал благодать? Тебе надо отклонить все. Все. Буквально все. Из служения. Все. Если ты чувствуешь нужду в том, чтобы обновлиться в духе, тебе нужно вникнуть в дело Божье. Ветровать в того, а его имя? А его имя еще? Слово Божье. Слово Божье. Слово Божье. Поэтому, человек, который уповает на дела для оправдания себя перед Богом, А вот зачем нам нужно оправдание себя перед Богом? Чтобы благодать же начала действовать. Почему? Мы так понимаем, мы так научены. А кто нас научил этому? Человеческая греховная натура. Человеческое естество. Неужели фарисеи читали Библию столько лет и не знали, что творить дело Божье это не дела Божьи. Это знать Бога. Вот для чего он пришел на эту землю. Чтобы открыть себя нам. Ибо через Него мы имеем праведность, через познание веры мы имеем спасение, мы имеем благодать, год юбилейный, благодать действует, грехи прощены, долги уходят, проклятия уходят, все уходит. Почему? Благодать действует. А когда она действует, не тогда, когда мы на дела уповаем. Потому что уповающий на дела для оправдания, для действия благодати, для того, чтобы обновляться в силе, это как Осия сказал, погубил ты себя, Израиль, ибо только в Господе опора Твоя. Осия, 13 глава, 9 стих. Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора Твоя. Чья опора? Духовного человека. Я бы в конце сказал бы вот такими словами, заключил вот все сказанное. Как металл, который помещается в огонь, он соединяется в огне и начинает плавиться и становится огнем. точно так, если мы будем соединены в духе, ветрою, с Его Словом, которым есть Христос, не просто с Библией. Понимаете или нет? Мы начинаем точно так, как металл становится огнем, помещенный в огонь. Точно так мы становимся Словом Божьим. Все качества Слова Божьего, все то есть Христа, ветро начинает действовать любовью. Понимаете или нет? Ветро действующее. Почему? Если оно соединенное со Словом в духе. И поэтому благодать Божья не может быть тщетной, когда мы соединены со Словом Божьим. Аминь. Аллилуйя. Бог разделил Своё Слово на две части. И это часть заповедь и обетования. Это Ветхий Завет или Ветхий Человек это Новый Завет, Новый Человек. Понимаете? И вот мы сегодня смотрели как бы нового человека. А Ветхий Человек, Ветхий Человек, мы, ему нужны дела. Ему нужны дела. Зачем нужны дела? Просто в двух словах. Когда мы возрождены от Духа Божьего, мы становимся как бы Адам и Ева помещенные на обетованную землю в саду Эдемском, в раю Эдемском. Помните или нет? А помните, что Бытие 2.15, что Бог им сказал? чтобы они трудились и возделывали землю. Для чего им нужно было трудиться и возделывать землю? Для того, чтобы войти в рай? Для того, чтобы оправдать себя? Понимаете или нет? Они должны были как-то исполнять то слово, которое Бог сказал, но не для того, чтобы иметь благодать. Не для того, чтобы быть обновленным в духе. Понимаете меня или нет? А для чего? Для того, чтобы не бездельничать. Для того, чтобы уйти от безделья, чтобы не согрешить. Поэтому они должны были творить. Другими словами, другими словами, другими словами, деревья растут, яблонь растет не из яблока, а из дерева растут яблоки. Понимаете или нет? Вы не поняли меня. Хорошо, я потом объясню. На следующем служении.